Ходатайство об ознакомлении с материалами дела в гражданский суд образец. Каждый гражданин должен знать свои права, особенно если он участвует в судебном разбирательстве в качестве заявителя, ответчика или третьего лица. Одним из таких прав является возможность беспрепятственно ознакомиться со всеми материалами относительно своего дела. Чтобы гражданину выдали всю информацию нужно написать заявление на ознакомление с материалами гражданского дела. Когда можно ознакомиться с делом. Есть определенный временный промежуток, когда все имеющие такое право граждане, могут подать заявление, получить одобрение и возможность войти в курс дела. Это время четко прописано в ГПК Российской Федерации. Непосредственный участник получил уведомление о подаче иска с его участием. На следующий же день можно подавать заявку. Период между первым, последним и главным заседанием. Во время главного заседания каждый имеющий право может прямо в зале запросить материалы и ознакомиться. Ограничение только в том, что сделать это нужно до момента, когда судья уйдет в комнату для совещаний. В течение от месяца до полугода со следующего дня после вынесения приговора. Это время, в течение которого можно обжаловать решение. Ходатайство об ознакомлении с материалами дела, гражданский суд, образец. Кто может подавать ходатайство об ознакомлении с протоколом судебного заседания? Именно в гражданских делах получить доступ ко всем процессуальным материалам не может каждый желающий, даже журналист или родственник ответчика. Доступ выдается только. Заявителю, ответчику или третьему лицу, у которого после принятия решения в суде, могут измениться право и обязательства. Прокурору, имеющему непосредственное отношение к конкретному случаю. Адвокату, представителю, ответчика или третьих лиц. Лицам, заинтересованным в делах особого производства, например, адвокат, о котором в иске идет заявление о неправомерности его действий. Лицам, которые привлекались к делу публичного производства, это могут быть органы местной или государственной власти, чьи неправомерные. Действия могут обсуждаться в исковом деле. Важно. У адвокатов обязательно должны быть на руках оригиналы доверенностей, дающие им право представлять своего клиента, что обязательно должно содержаться в заявлении о предоставлении материала. Кому разрешено быть ознакомленным, главным и единственным путем получить доступ к делу, написать ходатайство. Когда гражданин убедился в том, что имеет законное основание видеть материалы, вторым шагом будет написание ходатайства. Составить нужно по всем канонам, иначе его отклонят, а заявитель потратит только свое время впустую. Заявление также могут отложить на некоторое время. Но это отложение должно быть мотивировано. Форма документа должна содержать. В шапке заявления, слева, указывается официальное название суда, мирового или районного, в который. Направляется документ, его юридический адрес. После этого нужно указать ФИО заявителя и ответчика, адресы прописки по паспорту и способы с ними связаться, обычно указывают МОП. Телефон и электронную почту. Указать следует подобные данные и о третьих лицах, если такие есть. Данные для связи лучше указывать правдивые, так как они служат для быстрого сообщения об одобрении допуска и назначенного времени. Да, прийти в любое время нельзя, за гражданином закрепляют определенный промежуток времени. По центру пишется слово «ходатайство», и далее прописываются основания для предоставления доступа, пример, 34 СТ. ГПК РФ, номер приказа, его основная суть, дата принятия. Эту часть нужно начать со слова «прошу». Прописывается просьба предоставить все нужные материалы, также обозначить приблизительное время, которое будет удобно для посещения архива. Выдача материала будет только в определенное время. Лучше обозначить срок на один-два дня больше. От руки ставится дата подачи документа и подпись заявителя. Пример бланк можно найти возле приемной. Важно! В 2018 году разрешено делать личные выписки из дела. Иногда досье имеет большой объем, тут разрешено делать фотографии и снимать видео. Об этом обязательно нужно указать в части о времени. Каким образом можно доставить ходатайство в приемную часть суда. Важно знать, что документы отправляются обязательно в двух образцах. Это делается, чтобы один образец приобщился к делу. А на втором обозначается отметка о разрешении или отклонении, дата этого события. Самый частый вариант – лично принести в канцелярию. С собой обязательно иметь оригинал удостоверения личности россиянина. Либо передать через адвоката, у которого есть доверенность. Приходить лучше в приемные часы, время которых обозначено на официальных сайтах представительств. Второй по распространенности способ – это подача заявки в онлайн-режиме посредством отправки электронного письма. У каждого суда есть свой официальный адрес, который можно узнать на официальном сайте органа. Еще один способ не тратить время на посещение судебного органа – передача бумаг через почту. Даже если гражданин находится за пределами города, в котором ведется дело. Рекомендуется отправлять бумаги с услугой и уведомить о получении. Тогда россиянин точно убедится, что документы в нужное время попали куда следует. Уже мало где используется такой способ, но вполне еще существует – это факс. Отправить через почту. Получение протокола заседания. Можно ли получить протокол заседания судопроизводства или нет? По закону каждый участник процесса имеет на это полное право. После заседания суда протокол готовится и заверяется в течение трех дней, после которых можно писать ходатайство. Оно должно содержать в шапке данные суда и заявителя, сведения о деле, дату его проведения и основную суть, а также просьбу о предоставлении. Заверенной копии протокола заседания. Подается таким же путем, как и ходатайство о предоставлении других материалов дела, также нужно будет оплатить государственную пошлину. Лучше запросить копию и иметь к ней доступ неограниченное время, чем знакомиться с ней в архиве. После получения решения, забрать заверенную копию необходимо лично. Дополнительная информация. Оплачивая госпошлину через портал Госуслуг, гражданин получает 30% скидку. Исходя из вышесказанного, получить доступ к материалам дела можно почти на любом этапе его рассмотрения и даже после него. Уголовное. Или гражданское дело значения не имеет. Чтобы не потратить личное время впустую, лучше составить заявление вместе с компетентным адвокатом.